На улицах Бреста с недавних пор можно заметить привычный для нас вид транспорта с весьма необычными надписями. В рамках конкурса «С любовью к Бресту», который организовало предприятие «Брестский общественный транспорт», на троллейбусы и автобусы были нанесены выдержки из различных песен и стихотворений. Мы нашли семь стихов, мы разместили стихи на автобусах, на троллейбусах синхронно. И для того, чтобы сделать небольшую интригу, мы решили провести конкурс. Первый, кто найдет все семь четверостишей, пришлет нам фотографии транспорта с этими четверостишами, тот и будет победителем. В конкурсе приняло участие 18 человек. Победителем стал ученик 8 класса средней школы номер 23 города Бреста Артем Сенгевич. Мальчик получил ценные подарки от мэра нашего города, а также руководство предприятия «Брестский общественный транспорт». Я принимал участие во все конкурсы, которые мне предлагают. Этот, конечно, стал не исключением, ну и поэтому решил принять участие. Ходили с другом и возле двух остановок автовокзала и газопарата, ну и там смотрели их. Не ожидал такого освещения победы, не ожидал таких подарков, спасибо большое. И также не ожидал, что придут в школу и вручают это все. Я всегда поддерживаю сына, он вообще такой активный житель Бреста, я бы сказала. Он принимает как можно, ну по возможности, да, во многих мероприятиях, конкурсах, событиях Бреста. Поэтому я всегда его поддерживаю, всегда только за. Ну, конечно, переживала, болела, очень хотела, чтобы выиграл. Волнения оказались напрасными, ведь Артем стал единственным участником, которому удалось выполнить все условия конкурса. Победителя ждал еще один сюрприз. Вместе с мамой он был приглашен в военно-патриотический центр на территории Брестской крепости, где была организована увлекательная экскурсия. Участники смогли узнать много нового, а также увидеть различные виды оружия, выяснить, когда и с какой целью они используются, что оказалось весьма захватывающим и интересным. Это пистолет, бульонок подпаса.